В одном маленьком городе жил многодетный отец семейства. В один прекрасный день он решил сделать своим детям подарок – сводить их в цирк. Он собрал всю свою семью, всех своих детей, и они отправились на представление. Сидят они, значит, смотрят шоу, выступают акробаты, выступают гимнасты, дрессировщик с животными что-то делает, показывает. И вот выходят клоуны. Клоуны смешат зрителей, а один клоун говорит, я его приглашаю на сцену добровольца. Отец семейства говорит, так, я хотел сделать детям сюрприз, и этот сюрприз будет им обеспечен. И он выходит на сцену в качестве добровольца. Клоун, в общем, начинает жестко стебаться, унижать этого отца. И так по-жесткому, что все ржут, короче, позорно весь городок. Дети плачут, в истерике, там, в общем, все в панике. Нельзя человека по полной программе. Отец семейства решил пойти на курсы по унижению людей и по острословию, остроязычию и так далее. Он закончил курсы, но ему показалось, что этого будет мало. И он поступил в институт, где уже на профессиональном уровне учили унижать людей. Учили, как быть острословным, остроумным, делать колки и фразы, выражения и так далее. И он закончил этот вуз на «отлично». Но ему это показалось мало. И он решил пойти дальше. Он пошел на доктора наук по унижению и по острословию. И вот спустя два или три года он пишет докторскую диссертацию по унижению людей. И с блеском ее защищает. И чудо происходит. В этот маленький городок снова приезжает цирк. А дети уже взрослые у этого отца семейства. И они, конечно, идти не хотят, но он их уговаривает. И они все вместе собираются, как в старые добрые времена, и идут на это шоу. Так же, как и в прошлой разе, выступают дрессировщики, выступают гимнасты и акробаты. И на сцену выходят клоуны. А самое главное, там появляется тот клоун, который унизил в свое время отца. И этот клоун говорит, я вызываю на сцену добровольца. И наше децсемейство, конечно же, выходит в качестве добровольца. И клоун снова стебется и по-жесткому унижает нашего героя. И когда все это закончилось, отец семейства подходит к клоуну и говорит, Слышишь, клоун? Пошел ты клоун, нахуй!